Ну какие, они не боятся ничего, подошли. Они, говорят, сиротинки, без матери выросли. Да. Так она у меня рвет. А этот еще будать там же будет. Преследуют кошек, за кошками бегают. А дома далеко не уходят, да? Нет. Вот это наше утреннее. Ну и что? Я говорю, подожди, сейчас нет, в октябре месяце. Приедет Игнать Тихонович, там уже сейчас время такое, что мало. В субботу у нас было всего 15 человек на службе. И у нас здесь было как раз 15. Сейчас работа такая страдает, каждый день ловят. Поэтому. Ну хорошо, хорошо. Как-то мне тогда пригласите меня. А что, отец Данисий говорит? Да, да, да. Проще все. Опыта не хватает им? Ну конечно. Как тогда было, патриарство сказал, надо вести миссионерскую работу. Тогда позвонил этот батюшка с Романова или откуда? Наши ездили-то. Ага. И на этом все закончилось. Я говорю, все. Патриарх домой пошел и все легли спать. Это внутреннее побуждение от Духа Святого. Если этого нет, то силом не заставишь. Вот так вот. Настя была, Настя вроде полегче как-то, повеселела она. Угу. Получше выглядит. Ну. Степана в школу катит. На занятия поехали. Ну. Один ученик проехал. Второго же. Второго сейчас на мотоцикле поедет. Вот еще над нами то это. Конечно, будут подтрунивать. Вот мы, я говорю, три дня почти целиком потратили в этом. Ох, ты что делаешь? Ох. А что, матушку видали? А то они побежали к матери своей. Она, матушка, не видит, что она снимает. Все, бросила и пошла домой, чтобы не снимали. Она не видит хорошо издалека. Она, наоборот, далеко видит, близко не видит. Угу. Картошку копает и все-то они там с этой, с Мариной, с Сергеем и разговаривают. А я сзади зашел и снимаю, она нормально. А Марина говорит, Игнатия-то он снимает, она где? Они видят, как она с спины стоят. А как увидала, как ее развернуло сразу. А бывает, когда у нас, мы его зовем сюда обедать. За обедом стоит, хоть сколько снимай. Меня псалтырь-то эту задел. Псалтырь Богородец это. Не автор ничего, один пишет. А-то Дмитрий Ростовский написал. Я говорю, а что же? Дмитрий Ростовский. Он был ученый-монахом. Ученый-монах и написал богохульнейшую, я говорю, повесть. Как это можно? Божью честь. Да не он это. Что делать? Ее нет нигде старого. Это написали-то его недавно. Если было, то было бы еще дореволюционное какое-то издание там или что. Ее нет нигде. И главное, священник один послушал мне и сказал, в церкви нельзя ее читать, а дома можно. Келейной грешить можно. И главное, помилуй меня Боже, живые помощи, все переделано под Богородицу. Из большой буквы. Ясное дело, что люди Библию не читали. Бог говорит, славы мои никому не дам. Но это я сказал, Серапима. Близкие отношения были. Она сейчас меня чураться почти стала. А у нее все везде Богородица, Богородица. Она привяжена к этому и все. А я ее подвел к иконке. Я говорю, а кто? Она говорит, царь Давид. Я говорю, а почему он не прятался, что написал? Там Псалома 1.89, пророк Божий Моисей написано. Другое там Асафа. Ну, кто не знает только, кто это был. Может быть, начальник хора какого. Ну, тут еще прятаться было. Да и как это можно так? Я, я и нет иного, Господь говорит. Звонит отец Павел. Вот тут такое дело, вот царь-искупитель. Я говорю, какой искупитель-то? Ну, послушай, что Осипов говорит-то. Он разносит в щепки это все. Какой искупитель, кроме Христа? Нет иного имени под небом. Он опять с кем-то спознался там. Да я нет, да я только вот это спросить. Еще что-то такое. У меня все вопросы такие. Вот прямо подумаешь, как будто бы только он вчера пришел и откуда-то ничего не знает. Ну, как будто бы это Ефесский отрок. Только проснулся через 300 лет. Да. А это как? Вопросы задает такие, прям чудно. Как так? Ну, у меня всегда такое мнение, что он говорит, а там рядом слушает кто-то его, которые вот так понимают. Ну, и начал тоже опять об этих, обыкновенной своей этой путанице. Я говорю, ну, зачем это? Этого ничего нет в Писании. В Библии ни слова нет. Нам недостаточно Писания. Когда ты ее в последний раз в руки брал? Вот и весь ответ. Одна с той стороны по доске крадется, а эта с этой. вот они сходятся на дуэль. Нет, эта что-то не пошла. Так, это решила. На черную речку собрались. Я не знаю, что мне с кошкой делать. Разлагается вся спина у нее. Ну, не мучить. Что еще и мучить-то? Ну, ее мучить и сами мучить. Да. Ну. Это верно. Убрали и все. Что? Ну, все бы не что. Так мы с ней друзья были. Ну, так все друзья. На, ехай. Все.